Моя задача основная не навредить данному донору, пациенту вообще в целом. Те, кто осознанно приходит, то есть выспавшись, неголодные, нормально поевшие, кто ознакомляется с информацией, в интернете это все есть. Так вот у того процентов 80 это удачную процедуру завершение. А сама по себе процедура серьезна тем, что все-таки это взятие забора центральной вены и все-таки это медицинская манипуляция. Поэтому, когда некоторые студенты, которые прибегают до 2-3 часа дня, уставшие, голодные, ну, сам понимаю, студентом был, то, естественно, я не буду рисковать лишним здоровьем. Быть донором непросто. Сначала необходимо пройти медосмотр у терапевта, далее нужно подкрепиться. Доноры завтракают в буфете и только теперь можно смело сдавать кровь. Ты уже сдал кровь, как ты себя чувствуешь? Отлично, потому что кровь сдавал для тех, кто защищает нас в зоне АТО, проливая свою кровь, поэтому я считаю, что это долг, наверное, каждого. В качестве донора одни студенты пробовали себя впервые, а другие уже успели спасти жизнь человеку. В прошлый раз меня вызывали на станцию переливания крови, чтобы мальчику, мальчику требовалась моя группа крови, ее сразу же отправили в реанимацию для переливания. Ну, приятно помогать кому-то. Подготовка к сдаче может показаться непростой. Вес должен соответствовать норме, донор должен быть абсолютно здоровым и придерживаться диеты несколько дней. Но все это не имеет значения, когда помнишь, что донорство – это тихий подвиг во имя других.